В конкурсной программе фестиваля Театра Карелии, Рязани, Иваново, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Самары, Таганрога и Тамбова. Мы вообще приезжие в город, поэтому решили сходить, так сказать, узнать и что-то об этом просветиться. Вы приехали в специальный фестиваль или просто в Тамбов? Нет, так совпало, что приехали в Тамбов и тут фестиваль проходит. Театр – это классная штука. Я считаю, что тот, кто пропускает, много теряет. Своеобразный мастер-класс провинциальным театром дали артисты Вахтанговского. Мы через Америку проехали. Десять спектаклей у нас было во всех, как бы, в крупных городах и так далее. В общем, мы в Америке приспособились для того, чтобы приехать к вам в Тамбов. Если во время спектакля вы не смеетесь и не плачете, это плохой спектакль. Спектакль «Крик Лангусты» был поставлен в 2014 году. Юлия Рудберг и Андрей Ильин, сыгравшие Сару Бернар и ее верного помощника Жоржа Питу, объездили с этой постановкой полмира. Артисты скоро примерят эти роли в юбилейный 150-й раз. Впереди две фестивальные недели и открывают их две постановки из Москвы. Ожидаемо свободных мест нет. Проданы даже стулья в проходах. Нам удалось забежать буквально в последний вагон. Аскетичные декорации сцены концентрируют внимание зрителя на персонажах. Магия между артистами пронизывает насквозь. Тонкий и слегка печальный юмор сменяется глубоко личной драмой. Рыбаковский фестиваль продлится до 24 мая. Помимо спектакля и их обсуждения, эти дни будут наполнены творческими встречами, презентациями и мастер-классами. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.